Ребятушки, всем привет! Всем добрый день! Всех вас целую! Люблю! До луны и обратно! В общем, ребятки, рум-тур! Обещала вам сделать рум-тур по дому, как раз и в комментариях писали, давай рум-тур! В общем, смотрите, я стою, это вход во двор. Вот ворота, мы зашли во двор. Что мы имеем, девчата? Это дом, дом у нас, который мы, когда приехали сюда 13 лет назад, здесь стоял вот этот дом, стоял сарайчик небольшой и туалет, все, здесь больше не было ничего. И, в общем, этот дом, он кирпичный, он крепкий, мы усиливали на нем фундамент. Вот, здесь меняли окна, в общем, здесь надо менять крышу. Что будет в этом доме? В этом доме у нас спальня будет, и у нас будет зал, гостиная, как там сейчас их называют? В общем, зал, спальня и гостиная. Вот, крышу будем здесь менять, крыша у нас уже лежит, от этого дома пойдет навес, вот эти столбы, это специально, они стоят высокие, они для навеса. Здесь будет большой-большой навес на весь двор. Ну, это мы так планируем, а там как оно получится? И, в общем, этот дом планируем, мы хотя планировали весной начать, но у нас не получается. Может быть, осенью мы что-то здесь начнем. Внутри там нет ничего. Раньше, хоть дом и кирпичный, но раньше, вы сами знаете, штукатурили глиной. Вот, мы ободрали вот эту глину, там были деревянные полы, мы сняли эти полы, залили стяжку, и то в одной комнате там остались еще деревянные полы. Ну, в общем, как-то так. Здесь только вот кардинальная перемена будет. Поднимать будем к высоту дома, не знаю, там блоками или кирпичами. И я же говорю, от этого дома пойдет навес на весь двор. В общем, вот такие вот дела. Так что спальня наша будет здесь, и зал или гостиная тоже будет здесь. Вот. А это то, что мы построили, когда сюда приехали. Вот ступеньки вот это. Здесь были такие маленькие ступенечки, они разваливались. Первое, что мы тогда приехали, сделали, это ступеньки вот эти поставили. Так. И вот это уже то, что мы построили. Здесь на этом месте стоял старый сарайчик. Как бы пристройка, даже пристройкой это не назовешь, потому что вот этот дом почти в три раза больше, допустим, чем вот этот. Они между собой связаны, то есть нету, чтобы этот был отдельно, этот отдельно. В общем, они между собой связаны. Шаня, ты балдеешь, да? Жарко тебе. Так, заходим, девчата. Это наш центральный вход. Здесь тоже будет плитка. Ну да, выкладывать будет этих плитку. Там кафель или кирограмма гранит, что там будет. В общем, разберемся. Так, центральный вход. По окнам. Почему столько окон? Почему? Потому что, потому что вот эта сторона не солнечная. Если бы мы здесь не ставили эти окна, этот дом был бы у нас как в теплице. Солнечная сторона идет с той стороны дома. Поэтому эти окна, что и стоят, мы их так и хотели. Нас это все устраивает. Так, попадаем, девчата, мы в прихожую. Попадаем в прихожую. Здесь обуваемся, разуваемся, раздеваемся. И с прихожей мы сразу, девчата, попадаем в кухню. Камила лежит, балдеет. Привет. Попадаем мы сразу в кухню. Так, с кухни что мы имеем. С этого окна у нас обозрение полностью на весь задний двор. Вот она, видите, наша летняя кухня. Обозрение на весь задний двор, на сад, на огород. В общем, вся эта территория просматривается с этого окна. Это окно у нас здесь обзор всего полностью двора. Кто зашел, кто вышел, кто пришел. Вот. Это прям у нас было... Главное у нас это было, чтобы с кухни, потому что кухня это то место, где ты проводишь больше всего времени и чтобы весь двор было видно. И у нас получается и здесь все видно, и там у нас видно до самого конца огорода. Вот. Так, выходим с кухни. Тимур у нас спит здесь на диване. Мы заняли его спальню, потому что у нас еще пока своей спальни нет. Это все в проекте, все будет. Все потихоньку делается. То есть мы не то, что там мечтатели, а мы в смысле мечтаем и в реале все это дело исполняем, потому что... Потому что... Потому что что-то делаем. В общем, стремимся к тому, чему мы хотим. То есть не спим, не лежим. Так, выходим, девчата, с кухни. Попадаем сразу в спальню. Это у нас спальня девчонок. Ой, сейчас я свет включу. Так, спальня девчонок. Вот здесь Камила, Алина. Ну, в основном Камила, потому что Алина, что, приезжает раз в неделю. У них сейчас учеба, работа. Вот, это спальня девчонок. Кто спрашивает, что это у вас на стенах? Это, девчата, ламинат. на этой стене у нас ламинат, на этой стене ламинат. Это мы, ну, это не то, что мы прям сами взяли и придумали. Мы видели, что в интерьерах такое сейчас используют. Кстати, даже когда мы делали ремонт, многие подписчики тоже мне писали, Юля, это такая идея, кто-то его оплатил тоже в жизнь. Вот, и мы с Эдиком сами вдвоем лепили вот этот ламинат. Лепился он, знаете, на что, какая-то пена в баллонах и вот эту пену в баллонах мы мазали ламинат и прикрепляли. Ну, в общем, короче, мы так долго это делали, но зато мы сделали. Все ровненько у нас, все отлично получилось, в общем, как сказать, как у профессионалов. Ну, и чтобы вот этот ламинат был как законченный вид, вот такие молдинки купили, поставили. молдинги. В общем, это спальня девчонок. Так, выходим отсюда. Так, по этому коридору почему все это не закончено, что мы здесь планируем, это я вам все покажу. Следующая, куда мы проходим, в следующую спальню. Эта спальня вообще планировалась с Тимура, но так как мы еще свою не сделали, вот, у нас там планируется спальня со своим душем, то есть, ну, в смысле, со своим санузлом, все, ну, вот, на это просто нужно время, это все будет, но чуть-чуть попозже. И вот это у нас спальня для Тимура была, вот, ну, так как Тимура сейчас нет, он приезжает раз в неделю, а бывает, что даже и не каждую неделю, поэтому здесь сейчас мы, диван этот раскладывается у нас, вот, мы его раскладываем и получается он как двухспальная кровать, ну, в общем, пока, пока в этой спальне находимся мы. Вот, вот так вот это все дело выглядит. На этих стенах также, девчата, у нас ламинат, только в другом оттенке, там у нас, видите, в таких серых тонах та комната, эта комната у нас такая, больше, как бы, вот она под дерево, и ламинат здесь такой под дерево, и стены у нас под такие, вот ламинат такой под дерево, и мебель такая же, ну, в общем, что-то вот близко к этому, ну, прям, я хотела сказать, не сказать, что мы подбирали, мы именно подбирали, чтобы эти оттенки как-то чуть-чуть сочетались, и не одинаковые, что были, ну, и было какое-то различие, ну, кстати, у нас, видите, как сочетается мебель и ламинат, тоже все полностью мы делали сами, то есть и ламинат, и обои, и, да что там, все сами, это уже мы делали, это все мелочи, мы фундамент на дом заливали сами, все делали сами, тюль, я здесь, девчата, он у меня есть, точно такой же, как у Камилы, у Алины в комнате, только тоже с таким же оттенком, там сером оттенки, здесь тоже вот в коричневом, ну, в бежевом таком оттенке, но я, знаете, когда тепло, лето наступает, я снимаю, меня вообще весь этот текстиль, там, он мне не нравится, вот, тем более летом, зачем оно тут нужно, когда зима, да, я и тюль вешаю, и полосик какой-то стелю, и этот, а летом я не хочу лишнюю вот эту вот пыль собирать, вот, текстиль, текстиль по минимуму у нас, так, выходим, девчата, с этой спальни, проходим, у меня, кстати, садится телефон, проходим, следующее, следующее у нас идет ванная комната, вот, вот наша ванная комната, ванная комната большая, точно так же, все полностью здесь, Эдик сам делал, сам плитку, клал, душевая, ванну мы, категорически, от нее, даже и не хотели близко, и даже сейчас, вот, уже, люди, когда приходят к какому-то возрасту, такому, да, многие от ванны отказываются, это тяжело залазить, вылазить, многие даже в квартирах, если это возможно, переходят на душевые кабины, вот, ну, в смысле, или душевые кабины, или поддоны, но мы тоже от всего этого отказались, ни поддона, ни душевой кабины, Эдик тоже сам выкладывал, вот этот поддон, видите, здесь пока у нас висит, вот эта шторка, тряпочная, но здесь мы какое-то хотели бы потом стекло, или, ну, в общем, я не знаю, что, но это временно, вот эта шторка, она здесь временно, здесь будет что-то меняться, вот, плитку, плитку тоже Эдик ложил сам, вот эти ниши, они, вообще, эти ниши у нас подразумевают какие-то полки, мы даже купили уже все на эти полки, ну, не знаю, ну, может быть, мы сделаем эти полки, может, нет, в общем, пока, пока это так, выглядит, здесь я глажу, вот этот комод у меня, раздвигается, как гладильная доска, но я не раздвигаю, глажу, то есть, прям так вот, ну, и всякие хозяйственные мелочи, теперь, что у нас не доделано, у нас нет здесь потолка натяжного, а почему нет, я, девчата, вам сейчас объясню, все, выхожу я с ванной, выключаю свет, попадаем мы в наш коридор, вот, попадаем мы в коридор, здесь тоже у нас нет натяжного потолка, ремонта у нас в коридоре нету, почему нету, сейчас, девчата, объясню, здесь тоже нет никакого интерьера, никакой тюли, ничего, но это все, как бы, со временем будет, а почему нету, вот смотрите, вот этот дом, когда мы зашли, я вам показывала, дом, который, где у нас будет спальня, и где у нас будет зал, гостиная, он требует ремонта, то есть надо перекрывать крышу, и значит сначала, ну и соответственно, потом там делать ремонт, чтобы сделать здесь натяжные потолки, надо разобрать крышу того дома, может быть мы осенью это будем делать, я не знаю, но в общем, когда мы вот эту вот всю, видите, тут кирпичи, тут вот это фрагменты старой крыши, вот это все будет убираться, будет выкладываться ровная стенка, и вот тогда уже от ровной стенки пойдет натяжной потолок, это дверь, это ну старая дверь стоит, это конечно же все будет сниматься, сюда тоже есть дверь, мы покупали, чтобы все двери у нас были одинаковые, покупали вот такую дверь и туда, вот, ждет она в общем своего часа, и потом уже, когда крышу поменяем, там тогда натянем, тут видите, одно от другого зависит, натянем натяжной потолок, и что вот здесь у нас будет, мы планируем, ну что-то типа какой-то декоративной штукатурки здесь будет, а что вот это, а здесь девчата будут проходить большие, огромные плиты, то есть какой-то керамогранит, тоже что-то вот с таким природным каким-то оттенком, ну в общем мы что-то там себе нарисовали, поэтому Эдик вот это все пошпаклевал, а вот эти вот места оставил, потому что плитка, она же не ложится на шпаклевку, а ложится на цемент, вот, но это тоже у нас все в проекте, в проекте, здесь у нас уже, видите, вот эти стены, здесь у нас караед, вот, вот эта стена тоже уже сделан караед, а здесь тоже, я не знаю, может быть и караед даже будет, но в общем здесь что-то будет другое, в отличие от этой стены, так что все вот это, как говорится, у нас в проекте, так, поворачиваем отсюда, и что мы видим, это кухня, прихожая, это спальня, Камила и Алины, проходим сюда, здесь у нас тоже такой закуточек, так, это у нас шкаф купе большой, который вмещает в себя, он чуть ли не как гардеробная, он вмещает в себя все, и что надо, и что не надо, и чем пользуемся сейчас, и чем будем пользоваться потом, и в общем, и то он у меня наполовину, девчата, полупустой, то есть очень хорошая вместительность этого шкафа купе, не жалею, жалею только, что вот это вот, зачем я вот это вот делала, я сюда ничего не ставлю, потому что я этот, люблю минимализм, и мне вот это что-то, а что я сюда поставишь, какой-то декор, лишнюю пыль собирать, и в общем, я так планирую, если мы когда-то, может, какого-то мебельщика вызовем, я знаю, что сейчас вот эти вот полки угловые, их люди закрывают, вот, если это будет возможно, чтобы они мне вот, как-то под цвет, вот это все, вот эти боковые полки закрыли, так, проходим дальше, здесь у нас дверь, вход, выход, как хотите, называйте, эта дверь тоже будет меняться, она железная, железная дверь, она, конечно, уже такая вся ржавая, там и этот, но, в общем, мы ее будем менять, не знаю, когда, может, в этом году, может, в том году, открываем ее, и мы попадаем, девчата, на задний двор, это вот где стоит качеля, это где у нас беседка, это где, вот это все, но это вы все уже видели, сто раз, так, заходим обратно, и попадаем, девчата, мы в котельную, так, сейчас я дверь закрою, чтобы мухи к нам не налетели, попадаем мы в котельную, что у нас в котельной, в котельной, вот эта вся разводка, которая идет на воду, сантехника, теплые полы, газ, котел, в общем, все, 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 это находится здесь, ну, и плюс у меня здесь стоит стиралка, это по стирушке у нас тут, вот здесь я стираю, здесь я приношу грязное белье, иногда зимой ставлю сюда сушилку, потому что здесь полы теплые, и сушу иногда здесь вещи, но стараюсь в доме не сушить, стараюсь все равно выносить все на улице, здесь у нас маленькая раковинка, вот там обувь помыть, там, ну, в общем, такое, по мелочи, вот здесь я храню пылесосы, вот здесь у нас насос на воду, Эдик его хочет, потому что насос работает громко, он хочет его перенести в яму, где у нас яма с водой, вот, он его когда вынесет отсюда, чтобы он в доме не жужжал, потому что даже дверь закрыта, все равно ты вот воду включил кто-нибудь, он начинает срабатывать, его слышно, ну, меня как бы сильно не напрягает это, ну, и Эдика тоже сильно не напрягает, ну, короче, мы его перенесем в водяную яму, и вот это место здесь освободится, здесь я поставлю, девчата, стеллаж, именно чтобы вот пылесосы там, что-нибудь такое, вот на стеллаж склад, в общем, это хозяйственная комната, вот, ванну, ой, ванну я никогда не хотела ставить стиралку, чтобы там не было, там, сами знаете, когда стирка бывает накопится, что творится около стиралки, а здесь у меня такое место, закрыл, как бы, и все на этом, так, здесь у нас тоже потолок не готов, то есть, вот, видите, потолок у нас просто подшит, деревянный, полы есть, стены есть, потолок будем, натягиваться будет потолок, уже когда будем натягивать потолок там, в коридоре, ну, и здесь у нас еще откосы осталось, доложить откосы, здесь щитки всякие, на свет, на все, в общем, такое, откосы и потолок здесь, вроде бы по мелочи, люк, люк тоже мы купили уже, люк у нас есть, эталаз на чердак, на чердаке у нас тоже и свет проведен, и в общем, в общем, девчата, вот такой вот, рум-тур по дому, много еще, конечно, что нам предстоит делать, много есть недоделок, но мы потихоньку к этому идем, к этому стремимся, в общем, не просто в пустую, как говорится, мечтаем, а ежедневно что-то делаем, делаем, делаем для того, чтобы, чтобы, чтобы было то, что мы, допустим, хотим, весы, мои девчата, весы у меня всегда под рукой, под ногой, потому что я взвешиваюсь, точно так же продолжаю, если не каждый день, то через день, но я постоянно вес свой знаю, чтобы знать мне, когда мне стоит расслабиться, когда стоит взять себя в ежовые рукавицы, и так что вот, так что вот, весы у меня всегда здесь, ну и вот, девчата, прихожая, прихожая вместительная у нас, сюда обуви входит, просто, я вам передать не могу, сколько вот в эти шкафы, и, и, и вот этот шкаф тоже пришел, тут вещи повесил, в общем, еще и там, вверху, видите, под самый потолок этот шкаф идет, это тоже заказывали, по размерам, то есть, не готовые, мы покупали готовые, только спальни, а это все заказывали кухню, вот это, это все по размерам, то есть, чтобы не было никаких подоконников, чтобы вот она шла, как бы, вместо, вместо подоконника, так, ребятки, телефон мой садится, все, на этом я с вами прощаюсь, всех вас целую, люблю, до луны и обратно, всем пока-пока, в общем, вот такой вот рум турчик я вам провела, это,